Успех или поражение у них принято делить поровну. Они лучшие друзья и коллеги и целая команда. Конный спорт немыслим без тесного тандема человека и лошади. Как приручить животное найти общий язык и из раза в раз достигать новых спортивных высот? В поисках ответа мы отправились в один из конно-спортивных клубов Ульяновской области. Конный спорт начался в Ульяновской области в 1952 году. В 1852 году он начался на ипподроме. Там начались бега по конному спорту. А именно наша школа открылась в 1981 году как конно-спортивный клуб. Здесь было больше 15 голов лошадей. В Ульяновской области больше 10 клубов. Клубы являются практически все частные. Просто кто-то занимается ипотерапией, кто-то занимается прокатом. Есть клубы, где только частники работают своих коней, и их только частные лошади. И два клуба детских школ. Вот наша в Ишеевке и в Николаевке. Есть тоже государственная организация, где дети занимаются бесплатно этим. У нас самые большие заезды были выступления в 2018 году. Мы выступали, выиграли 4 первых места на ПФО в Нижнем Новгороде. И два раза выезжали на всероссийские соревнования. Одни из которых были в октябре в Москве, где было больше 70 участников. И наши девочки заняли первые места. И по двум дням в общем зачете мы заняли 5 место. У нас больше 200 детей. И все, в принципе, со сложной судьбой. У кого-то за плечами какие-то проблемы, какие-то трудности. У кого-то трудности дома, у кого-то трудности общения со сверстниками. Здесь они находят новых друзей, общаются. И годами. Это дружба. У меня самой здесь такая же. В принципе, мы все тут одна большая семья. Элен, давайте начнем с того. Во-первых, расскажите о разновидностях конного спорта. Да, я знаю, есть несколько разновидностей. Познакомьте нас, наши телезрители с ними. И чем отличаются? Есть олимпийский вид спорта. Это выездка, конкур и троеборья. Есть не олимпийский. Это вольтежировка, пробеги. Бега еще их достаточно много. Наша школа занимается, и вообще Бульянская область в основном занимается выездкой, конкуром. Что это такое? Конкур – это преодоление препятствий высотой от 80 сантиметров до 120 сантиметров. По крайней мере, на нашей Ульянской области. А выездка – это где лошадка делает сложные элементы. Как боковые движения, на месте шаги какие-то. Осаживается назад, бежит рысью, голопом. Расскажите об инфраструктуре. Допустим, что нужно для того, чтобы заниматься конным спортом? Какая площадка? Чем должна быть оснащена? В принципе, для идеального конного клуба надо, кроме конюшни и каких-то хозпостроек, для сена, для овса, нужен плац с песком и желательно крытый манеж. В принципе, с таким же хорошим грунтом. Вообще, насколько это опасно? Конный спорт не входит в десятку опасных видов спорта. Есть еще опаснее. Ну, бывают травмы, но также это, в принципе, можно сравнить с падением со стула. Вот расскажите об экипировке, да, что обязательно должен иметь всадник, что и какие возможности есть у вашей школы. Как это вообще изготавливается, экипировка, где-то закупаете, шьется, то есть вот об этом. Обязательно для всадника должны быть бриджи, шлем, перчатки. Это в обязательном порядке, сапоги для техники безопасности, чтобы если во время падения или во время каких-то упражнений нога вовремя вылетела со стремени. Для лошади это уздечка, вольтрап и седло. Какие условия для того, чтобы содержать, вот, и сколько у вас в конюшне получается, вот, лошадей вообще по... У нас 47 голов лошадей, в принципе, мы не занимаемся покупкой лошадей, мы выращиваем их сами, воспитываем сами. Так что, получается, от самого рождения до первых соревнований мы ведем и всадник, и лошадь. Мы знаем и всадник полностью, и лошадь от и до. Как всадник находит свою лошадь, как лошадь находит своего всадника? Все очень индивидуально, потому что, когда приходит к нам человек, мы сажаем ребенка на разных лошадей и смотрим, как, кто подходит. Потому что тут надо большое терпение, умение, надо чувствовать лошадку. Есть дети, которые вот сели на лошадь, и вот прямо видно, что это ее. Вот, ну, где-то есть какие-то ошибки начинаются, это, в первую очередь, ошибки всадника. Значит, это он недопонял, лошадь нет. Ну, давайте поговорим о самих немножко лошадях, да. Расскажите об их характере, то есть, насколько своенравны животные или наоборот. Они разные бывают. У каждого ребенка, у каждого лошади своя цель. И эта цель с возрастом. Некоторые лошадь уже до такой степени флегматичной, но никак их в спорт. Они как раз тут под детей, для занятий и по терапии, под прокат. Есть лошади достаточно агрессивные. На них сажаем более спокойных всадников, чтобы они свое спокойствие передавали лошадке. Вот. Есть лошадки, которые просто не удались. Мы их стараемся как-то в скачке еще куда-то. Три главных качества – лошади и всадника. Всадник – это терпение, любовь и ответственность. Потому что без этого, ну, никуда. А и лошадки, в принципе, все то же самое, наверное. Они любят людей всех, терпят нас всех. Вот. И надеются наше ответственность, что мы плохо не сделаем. Всадник и лошадь перенимают черты характера друг друга на 90%. Кстати, для конного спорта лучше всего подходят кобылы. Но в Ушевском клубе к делу привлекают и жеребцов. Еще одно отличие клуба – лошади-долгожители. В конюшнях живут кобылицы 1988 и 89 годов рождения. То есть по человеческим меркам этим старушкам больше 120 лет. Год у них идет за 4. В среднем продолжительной жизни лошади – 25 лет. Особая традиция существует и в присвоении имен лошадям. Так, кличка должна начинаться с первой буквы имени отца. Где-то, обычно в середине, будет присутствовать и первая буква от имени мамы кобылицы. По такому принципу назвали и эту лошадку. Знакомьтесь, это глазурь. Мама у нее звездочка, а папа зовут Гектор. И через несколько минут мне предстоит сесть на нее верхом. Но сначала лошадь нужно подготовить. Первым делом расчесать щеткой и отряхнуть от пыли. Это процедура, от которой животное по-настоящему кайфует. После на холку и спину кладется вальтрап и потник, которые защищают лошадь от наминов и пота. Сверху помещается седло. При работе с лошадью также необходимо соблюдать правила безопасности. Не засовывайте руки лошади в рот, а также старайтесь не обходить животное сзади. Если даже вдруг так получилось, что вы обходите, то нужно соблюдать дистанцию в полтора метра. Но лучше всего обходить лошадь спереди. А вот садиться на лошадь нужно с левой стороны, придерживаясь одной рукой за гривом, второй за седлом. Новичку держать равновесие, сидя на коне, не так-то просто. Ключ грациозный и уверенный езде. Прямая спина, хорошо прижатый к седлу коленем и натянутый повод, который по правилам должен быть протянут через мизинцы. При езде рысью в седле начинает трясти. Чтобы не набить мозоли, приходится приставать в стременах в нужный момент. Для этого необходимо почувствовать и уловить ритм, в котором скачет лошадь. Повод всегда должен быть хорошо натянут. Легкими движениями повернуть или остановить лошадь не получится. Необходимо приложить усилия. Оглядываться по сторонам строго запрещается. В противном случае закружится голова. Оказавшись верхом на лошади, выберите определенную точку и устремите туда взгляд. Я, например, смотрела глазури между ушами. В конном спорте нет понятия упражнения. Профессионалы величают их аллюры. И сегодня глазурь помогла мне изучить шаг, рысь и голоб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова